осень сама золотая пора охоты на рябчик сейчас октябрь 7 число мы начинаем нашу охоту всем здравствуйте ряд шел по тропинке и увидел как впереди от меня сваливает рябчик конечно нас осёк и улетел но тут скорее всего выводок так что мы сейчас садимся и начинаем манить таких случаях когда рябчик не отзывается велика вероятность что молча подлетит либо придет по поэтому мы будем очень тихо себя вести и внимательно смотреть на землю так как этот ушел по земле возможно и другие тоже прибегут по земле ждем шум ветра при таких охотах помогает еще влажная погода всю ночь шел дождь поэтому велика вероятность что рябчик нас не слышит если подойдет подойдет вплотную если подлетит очень близко будем на это надеяться ждать когда рябчик не отзывается это самое хорошее время для экспериментов можно попробовать поменять тон на манге я сейчас попробую манок на лесу может быть это даст результат в принципе если делать сильный выдув получается тот же рябчин и свист единственно что на рябчике вот этот писк мыши не стел поэтому если в обычной лисе манок посильнее дунуть это получится самец сейчас попробуем применить еще одну хитрость попробуем пару минут вообще не свистеть и помолчать тоже помолчить это тоже бывает зарабатывает то все время был свист свист а тут тишина это тоже может вызвать интересу рябчика одни из самых вкусных грибов в это время так как другие уже отошли но пятая есть так они выглядят немножко уже есть подморожены так как были заморозки на днях но если хорошие по каким только за разом не приходится пробираться в поисках рябчика вот и сейчас мы зашли очередной дебри так Продолжение следует... 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 Опять перелетел. Наверное, напарник еще раз его спугнул. Слышу Петюлю, а не рябчик. Возможно, по земле сейчас с другой стороны подходит. Всю ночь шел дождь. Может быть, в этом причина, что рябчик не летит. Потому что ветра сильного нет. Дождя нет сейчас. И, в принципе, тут народа немного ходило. Одного грибника встретили, ягодника. Поэтому птица должна лететь. Но почему-то не летит. На самом деле факторов очень много. Поэтому она далеко не всегда летит. А если летит, то далеко не всегда отзывается. Будем ждать. Уже несколько раз рябчик подходил к нам по земле и безнаказанно сваливал. Поэтому мы решили выйти на более открытое место. В надежде увидеть его, когда он будет к нам подходить. Потому что уже трех, получается, видели, как подходят, но не успевали выстрелить. Камеры на земле не выхватывают. Перелетать не перелетают. Даже если с земли взлетает, то обратно на землю садится и бегом. А мы тут стоим открыто. Он нас видит очень хорошо. На вырубе мы стояли. Там нас не видно. Но и мы не видим. Здесь мы видим хорошо. Но и нас тоже хорошо видно. Сегодня такой день, когда рябчик не отзывается совсем. Еще не было ни одного свиста. Подходили уже три птицы. Не считая того, что двух мы спугнули. Будем надеяться, что подойдет какой-то неосторожный рябок. И у нас будет сегодня трофей. Опять подходил по земле. Не успели. А ты чего по два-то раза свистишь? Просто бывало. Так. Начинает перезвистываться. Он садится и вроде недалеко. Раз, два. Вот он тишь. Один и тот же, да? Один и тот же. Буквально. Вот. Бывает. У меня так не бывало. Но вот, видишь, говорит, бывает. То есть, отозвался раз и сразу. А хотя, у меня как-то сел рядышком. Меня увидел. И давай, ну, заодно. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Несколько раз подряд. Я, вроде, тогда даже и мазнул по нему. Близко было. Вот он с такими интервалами нечестно. Просто наблюдал. И иногда так тоже экспериментирует. Ну да, вот в охоте на рябчика эксперименты. Они иногда дают результаты. Иногда нет. Но, как минимум, делают охоту интереснее. Сейчас опять подпекал гад по земле. Перелетик сделал. И обратно куда-то на землю сел. Никак нам не удается его выманить. Чтобы он подлетел. Потому что по земле-то у нас издалека. Тем более, мы тут сильно не маскируемся. Когда подлетает, у охотника больше шансов. Потому что рябчик, как правило, летит издалека. А когда подходит, как правило, он быстрее видит охотника. Поэтому шансов у охотника гораздо меньше, когда рябчик подходит. В другой раз даже, ты не видишь рябчика. И не слышишь, что он придет, тебя увидел и уйдет. Так что велика вероятность, что у нас сегодня вообще ничего не получится. Поняли немного дислокацию. Решили охотиться не на выруби. А тут у меня есть одно местечко. Я в прошлый раз снимал видео, как я суп из рябчика готовлю. Там есть пару выводков хороших. Вот решили пройти по просеке вперед. Напарника отправил вперед. Потому что могут глухо и сидеть. Надо быть всегда готовым. Дружье держать на готове. Переход в группу. Переход к л haha. Продолжение следует... Продолжение следует... Если у вас также возникают вопросы, вы смелее звоните, номер у меня написано на сайте и везде есть, либо пишите сообщение, потому что очень часто очевидны для меня вопросы, для многих непонятные. Так что я всегда расскажу, если есть время, или напишу, так что не бойтесь, задавайте вопросы, звоните, если есть время, я всегда отвечу, либо напишу. Продолжение следует... Да, опять же, я говорил уже раньше, если вы подходите к такому месту, где знаете, что есть рябчик, лучше молча подходить, подойти, занять место, подождать минутку-две, чтобы успокоился шум и тогда уже начинать манить. Потому что очень часто бывает, ты садишься, а рябчик от тебя там в каких-нибудь 50-100 метрах, а если ты на подходе манишь, то ты уже не маскируешь свою позицию, рябчик уже знает, что с той стороны можно чего-то ожидать. Поэтому мы сейчас потихонечку подойдём, сядем и начнём манить зеленый перерывчик, немножко подождём сейчас, успокоимся и только потом начнём манить, приготовим ружья, потому что так часто бывает, как говорится, только сядешь, только свистишь, он как зараза прилетит. Поэтому мы сейчас посидим пару минуток, а потом только начнём свистеть. Сегодня хоть со вшами повезло, не так много их ползает, улетает. Весь процесс, к сожалению, заснять не получится, запасные аккумуляторы вездеходе оставил. Вот, а батарейка уже садится, поэтому если подлёты будут, я рябчика поснимаю. А если не будет подлётов никаких, тогда большого смысла нет продолжать наши дальнейшие съёмки. Бывают и такие вылазки, когда не летит птица, либо не отзывается птица, но всё равно мы ходим на охоту не за добычей, а чтобы получить какое-то удовольствие. Тем более осень это такая пора, которая бывает раз в год и моментов таких всего несколько, поэтому их не нужно упускать и обязательно идти в лес. Так что если рябчики будут, мы поснимаем, а если нет, тогда вот такая у нас получилась охота. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Только отошли от рябчиков, буквально 100-200 метров прошли, я уже ружьё на плечо повесил, идём к вездеходу. И тут с Тремглав вылетает заяц. Короче, я метким выстрелил, рябчиков нет, завалил заяца. Метров, наверное, 25 было. Губарин готов нахрен. Так что охота.